Ставишь сюда вот эту пульку маленькую, резко закрываешь, чтобы она не выпала, обрати на это внимание. Вот здесь вот на верху посмотришь, есть такая пимпочка. Просто вот так слегка ее надавишь, услышишь стокони, значит с предохранителя ты ее с него уже прицеливаешься и стреляешь. Многие участники соревнований, а именно девушки, сегодня впервые взяли в руки воздушку. Впрочем, как и автомат с противогазом. Но есть в городе Сузы, которые спортивной подготовке студентов уделяют большое внимание. Там ребята более знающие. Но девчонки решили не соперничать, а поддержать друг друга в не совсем привычной обстановке. Благодаря такому инструктажу, понятному только прекрасной половине человечества, многим удалось справиться с поставленными задачами. А задач было всего пять. Сборка-разборка автомата, метание гранат, стрельба из пневматической винтовки, перенос раненых и пробежка в общем войсковом защитном комплекте. Эти соревнования проводятся с целью военно-прометического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни и привлечения молодежи города Сочи к военно-прикладным видам спорта. Не важно, что костюмы велики, можно здесь и раненого уронить. Главное, отмечают организаторы, тренировочный процесс с него все и начинается. Здесь мероприятия, они призваны к тому, чтобы люди пришли, поучаствовали. Не получилось, если вдруг у них, у них есть спортивная злость. Тренируйтесь, приходите, выигрывайте. Поэтому это по-любому и популяризация ГТО, и любовь к спорту. Ашот, первокурсник медицинского колледжа, показал лучший результат в сборке и разборке Калашникова. Говорит, всегда готов к труду и обороне. Вот, отучусь, пойду в армию, и все, что навыки сейчас у нас есть, как говорится, нам понадобятся в жизни. И как-никак армия всякая может быть. И образование понадобится, и навыки разборки-сборки, противогазы, все. Навыки системы ГТО, считают, в правительстве страны пригодятся не только в рядах вооруженных сил. Как известно, по инициативе президента страны решено возродить нормативные основы физического воспитания в возрасте 6 до 70 лет. Это позволит объективно оценить уровень спортивного развития граждан. К тому же планируется, что выполнение нормативов будет отмечено знаками и разрядами. А поощрениями могут стать дополнительные баллы в вузы, премии и стимулирующие выплаты от работодателей. Первые соревнования уже решено сделать традиционными. На очереди эстафеты среди коллективов городских организаций. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.